Всем доброго времени суток! С вами канал Artmania И сегодня у нас видео обзор Покупок из Озона Это моя вторая Закупочка Первая вы можете там Посмотреть, внизу будет ссылка Вот это вторая Здесь у меня получилось Четыре коробочки, маленькая Побольше, здесь еще Больше и еще больше Вот эти четыре коробки Нам понадобится Канцелярский ножичек Такой, чтобы это все Вскрывать По ценам я вам сразу не скажу Потому что я не помню Раньше приходил, кстати, большой лист Где было все написано, по-моему, первый раз Когда я заказывала, расписано Что, сколько стоит Это будет все внизу На все товары будет ссылка Цена, по какой цене я их купила И описание Ну, у меня описание, а название Вот, и давайте начнем Мне само интересно Здесь вот одна совсем маленькая Такая коробочка Очень, кстати, легенькая такая Даже не знаю, что там Могли у нее такое положить Уж вчера я рассматривала, рассматривала Думала, там разделены так На сайте четыре коробочки Что там лежит в каждой Интересно даже Заказала я на шесть тысяч семьсот пять рублей Была еще за доставку Взяли деньги пятьсот рублей Вот, теперь у них доставка платная Когда первый раз я заказывала Была доставка бесплатная Если закажешь от трех с половиной тысяч рублей Вот, ну и в этот раз я буквально за несколько дней до заказа Прочла то, что, ну, будет доставка сто рублей Ну, девяносто девять рублей От трех с половиной Ну, я заказала Значит, сделал заказ Все Там, когда там Вернее, где получить Все И потом у меня так вот, хоп Доставка пятьсот рублей Я так подумала Здесь собраны товары Которые в магазине найти очень-очень сложно Ну, некоторые очень сложно найти Некоторые даже не найдешь в магазине у нас Я уж всех нигде не видела еще до сих пор В продаже Они, как бы, где-то, может быть, есть Может быть, они заканчиваются очень быстро Вот Думаю, говорю, надо заказывать Куда деваться? Деваться некуда Но все равно потом переплачивать буду Если не закажу Что такое? Залепили как следует Так Что тут мы видим? Веселую бумажку Вот Как всегда бумажки В эти бумажки, кстати, я упаковываю подарки Вот Ну, она такая, кстати, очень плотная Здесь у меня мастика Я заказывала мастику Очень, кстати, люблю вот эту мастику Я ее просто отрываю Так, пожмякаешь Она становится более мягкой И ем ее Просто ем Просто раз и все Здесь она что-то, кстати, прямо это маленькая Такая длинненькая и маленькая Вот Озон Наклейка Что после чего То накупит, а потом будет продавать Хочем Укрепить Молки Привезти И Что у меня здесь? А, и горчичный порошок Купила Он, по-моему, 20 рублей стоил Что и 20 или 30 рублей За 200 грамм Не знаю Потом я зашла в магазин И выяснила, что в магазине Оказывается, можно купить там Чуть ли не целые там Полкило Или килограмм Килограмм гораздо дешевле Ну Блин Я уже заказала Уже Деваться было некуда Ладно Думаю Чуть-чуть Вот так вот иногда Я его, кстати Разводила Вместе с водичкой Вместе с чесночком Там можно И делать соус Потому что именно в порошке Он простоит долго А вот так вот в холодильнике У меня муж быстро Очень все съедает И Ничего не остается Иногда вот так хочется Здесь 200 грамм Так, ну и все Вот коробка пуста Отправляем ее на пол Так Давайте распакуем Вот эту коробку Что у нас будет здесь А бумага Как всегда Бумага сначала О, что-то у меня тут Так, бумага Еще бумага Так Ножики О, это мои любимые ножики Ножики Здесь сразу в наборе Три штуки Тут прилетло Три штуки в наборе Такие ножички Мне очень-очень понравились Когда-то Очень давно Я их покупала В полтинке У меня два ножа Таких есть Вот один Тоже такой Потемнение Немножко ручку Другого посветлее Они мне очень-очень Понравились Просто ножи Просто обалденные Я им все режу И мясо Нет, мясо Нет, мясо не резать Для мяса у меня другое То есть Ну, кроме мяса Вот все, что вот есть Вот колбаса Там, котлеты Там, я не знаю Яблоки Овощи Фрукты Все абсолютно Вот ими Вот И мои уже ножи Они поскольку старые Хотя они сама Затачивающиеся Что-то я сейчас Не помню Я помню, когда покупала Мне сказали И они уже некоторые Немножечко Ну, уже не такие острые И тут я на озоне Вот там Покупаю Увидела Ножи Думаю, надо купить Пускай они даже Если один я отсюда вытащу Они будут лежать Думаю, ну, с ними ничего Не страшного не будет Если они будут просто лежать Когда-нибудь Те постареют Я возьму вот эти Новенькие Хотела взять, честно говоря Две пачки Но подумала, ладно Ножи все равно Появятся потом Еще лучше Эти станут Для меня старые Я не захочу Ими, может быть, пользоваться Ну, на всю жизнь Все равно не накопишь Правильно ведь? Ну, вот На них цена будет отдельно Так, здесь что? Ага Здесь я купила Сейчас вам распакую Купила открывашку Вот такую Такая вот открывашка У нас была С советских С советских времен У мамы такая же осталась У мамы она уже Немножко затупилась И мама мне говорит Найди мне вот такую открывашку Она самая удобная Мне удобно Ее ее открывать Чем какой-то Там другой Хотя сейчас множество Вот И я начала искать И случайно Вот увидела ее На Азоне Заказала таких Три Не знаю Зачем я заказала Три Одну маме Одну маме И одна видимо Запасная На всякий пожарный Но Единственное Потом я увидела Я не помню Как в той Вот Здесь есть маленькая Пластмассочка То есть Не знаю Которая может Наверное Сломаться Но по отзывам Сейчас вам покажу Вот видите Вот она беленькая По отзывам Она вроде Отличная Там 10 отзывов По-моему Что я сейчас не помню И она отличная Вроде бы Такая вот Потому что Ну Мне например Тоже вот такой Открывать гораздо легче Чем вот Вот эти вот Ее надо вбить Я помню Мужа дома не было Я ее вбивала Молотком И потом Кое-как И там такой Большой кругружочек А открыто Посередине Такая маленькая Дырочка И муж домой приходит Ну Сразу понятно Кто это открыл Вот Таких три У меня Вот они Кстати Запакованы Довольно хорошо Прям Каждый Мешочек Молодцы Упаковывают Как положено Так Тут у меня Свечи Горят Четыре часа Сто штук Вот У меня Когда начинаешь Включать Аромалампу То Эти свечи У меня Заканчиваются Очень-очень быстро И Последний раз Мне мама Вернее Мы с мамой Покупали Их тоже Сто штук Где-то Примерно Такой же набор Только Здесь аккуратно Сложенные Видите Вот А там были Разнобой По-моему Их было Сто штук Это было Уже Очень-очень Очень давно Надо было Тогда Еще Пока Они были Подешевле Чем сейчас Купить Побольше Долго Я думала Покупать Покупать Но они Около Четырехсот Рублей Где-то У меня Вышло Были Вот Такие Вот Диаметр Не помню Сколько А Четыре Сантиметра И были Еще Такие По Три С Половиной Сантиметра Диаметр И чуть Поменьше Они По размеру Поменьше И Горели Поменьше Соответственно Вот Очень Аккуратно Смотреть Прямо Сложено Таймер Для яиц Когда-то Я его За 20 За 30 Рублей Видела Галамарти Но Подумала Что это Какая-то Фигня Не стоит Даже Тратить Деньги Вот А Была Как-то Укрестной И Смотрю У нее Такой Лежит Я говорю Ну как Помогает Он Да Он Очень Помогает Мне Я Прямо Яйца Варю Кладу Его Туда Вниз Он Показывает Разных Цветов Становится Я Тоже Захотела Начала Искать Нигде Нет И Тут На Азоне Нашла Но Их Существует Две Штуки А Вот Это Подешевле А Есть Еще Подороже Там На Сколько То На 30 На 40 Рублей Дороже Что Где-то Так Вот Не знаю Попробуем Смотрите Во влогах Вместе С вами Во влоге Где-то Там Она Появится Попробуем Сейчас Яиц У меня Нет Так Купила Я Баллон Такой Эмаль Универсальная Около 100 Рублей Она Стоит Короче Я Купила Для Микроволновки У нас Микроволновка Начала Появляться Ржавчина Вот Но Сегодня С утра Эта Микроволновка Решила Сломаться Я Поставила Бутылочку Разогревать Молоко Ребенку И Она Сломалась Кнопка На нее Нажимаешь На кнопку Она Проваливается Внутрь И Продолжает Дальше Работать Я ее Выдержала Из розетки Кое-как Короче Ее Открыла Вытащила Оттуда Бутылку С молоком Ну Блин Что Выкинулись Прямо С бутылкой Молока Что ли Там Разольется Сейчас Там Все Потекет Блин Вообще Ребенок Голодный Там Плачет Кошмак Короче Она сломана У нас Теперь Не знаю Ну Наверное Так-то Она Продолжает Работать Наверное Просто Можно Кнопку Сделать Отнести В ремонт И там Сделают Скорее всего Так Вот И Для нее Эмаль Потому Что Стала Появляться Ржавчина Микровонодки Всего Четыре Года Не знаю Почему Так Часто Разогреваем Остается Мокрой Но Они Должны Специально Это Все Делать Сразу Изначально Так Здесь У меня Цвет Черный Матовый У нас Вообще Микровонодки Внутри Темно-синяя Но Темно-синего Не было Вот Был Черный Так Куда-то Постаю Так Не вижу Уже Перенести Кому Все Растало Так Я тут Вижу Не то Совсем Ничего Так Так Это Значит Я Купила Пластины Ну Довольно Плотные Пластины Для Пастилы Они Около 100 рублей Стоили Плюс-минус Вот На сайте Они были Белые Да Они были Белые Вообще-то Но Довольно Плотные Оказались Прозрачными В итоге Вот Две Штуки Но Они Плотные Довольно По отзывам Кстати Было написано Что они Якобы Очень Тонкие Что-то Быстро Ломаются Что-то Такое Ну Нет Они Довольно Плотные Даже Прозрачные Но Плотные Так Купила Книжку На будущее Диме Поскольку Сейчас У нас Обучение Не пойми Какое Здесь Книжка С первого По четвертый Класс Математика Русский Английский И окружающий Мир Честно говоря Увидела я ее В обзорах У семьи Бровченко Когда-то Довольно Давно Вот На озоне Ее Нашла Ее Выделила Сердечком Что когда-нибудь Я ее Куплю Вот И сейчас Подумываю Наверное Я На озоне Заказываю Последний раз Потому что Для меня 500 рублей Доставка Это дорого Я лучше На эти 500 рублей Ребенку Что-нибудь Купила Что-нибудь Какие-нибудь Игрушки Чем Платить За доставку Вот И подумала Что Надо брать Нужно взять Ее Потому что Потом Когда Сейчас 500 стоит Доставка Потом Она будет 700 800 Потом 1000 Блин Нет Надо брать Вот Она Довольно Интересная Наверное Сейчас Посмотрим Да Она В картинках Как сделано Вот На нее Наверное Я Проведу Отдельный Обзор Мы С вами Ее Отдельно Посмотрим Под Веб-камерой Есть Такая Веб-камера Ну Кто Меня Час Смотрит Знает Вот И мы С вами Посмотрим Здесь Вторая Книга Вот Тяжелая Вот Такая Вот Тоже Для Димы На будущее Большая Книга Опытов И Экспериментов Для детей Взрослых Взрослых Я Тоже Увидела Относительно Недавно У Семьи Бровченко Там Как дети Ее Прочитав Что-то Там Экспериментировали Что-то Это Все Такое Интересное Было Вот Я подумала Не сейчас А потом Когда Она Стоила Около 411 Рублей А В Читай Городе Она По-моему Стоила 587 Рублей Что-ли Ну дороже Гораздо дороже Вот Больше 100 Рублей Дороже Поэтому Под У нас Тоже Вот Здесь Вот Тоже Картиночки Такие Есть Вот Она Вся В картинках Не Просто Там Написано Как Обычно Бывает Там Бу-бу-бу-бу-бу Что-то Непонятно Там Куча-куча Текста Нет Такого Нет Здесь На Нее Тоже Я сделала Наверное Отдельный Обзор Посмотреть Может быть Кто-то Захочет Ее Тоже Приобрести Для своего Ребенка Потому Что Там Очень Много Картинок И Даже Я По себе Знаю Я В детстве Всегда Смотрела В основном Картинки В книгах Не То Что Там Написано А Интересные Были Картинки А тут Рядом Написано Понемножечку Написано Все Кратенько Так Здесь У меня Щепа Вы Узнаете Потом Подальше Немножечко Для чего Стоило Она Тоже Там Мало Еще Одна Коробка Третья Бумага Как всегда Так Начать Тут Мешочки Все Упаковано Смотрите Немножечко Очень Очень Много Смотрю Выпечки Что Потом В будущем Вместе С вами Начать Готовить Вот Потом Узнаете Где он Используется Все Потом Третья 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 Их я заказала Много Сейчас посмотрим Ско Третья Третья Ржаной Хлеб Правда Я уже научилась печь Ржаной Хлеб Но солодом Попробуем солодом Я думаю Будет вкуснее И Здесь Еще У меня Четыре Пять Шесть Шесть Что Заказала Тут У меня салфетка но это даже хорошо то что не бумажный бумажный потому что опасно может порваться высыпаться все а тут вот ничего там не порвется я заказала сразу много потому что если нам понравится хлеб то потом мы просто нигде не найдем я надеюсь то что он свеженький сейчас мы посмотрим 2019 25 января он даже свеженький я надеюсь что все такие же свеженькие видимо хорошо берут так здесь у меня вот такая маленькая силиконовые формочки на сайте они кстати выглядели по-другому их было 4 штуки таких здесь они сложные маленькие совсем по-другому так вот вот сколько заказала я силиконовые формочки такие маленькие потому что я хочу я тоже хотела как раз не успела немножко заказом на зоне железную такую вот противень и там для формочек вот эти вот 6 штук чуть-чуть не успела ее прям закончился она почти перед носом у меня вот ну я подумала может быть ладно когда-нибудь где-нибудь я ее найду потому что все-таки именно не железная металлическая именно она дольше хватит там силикон у меня много силиконовых формочек они не вечные они тоже выгорают немножечко портятся отмыть их потом очень сложно вот даже дорогие я покупала тоже отмыть очень сложно она мягкая и сложно а если вот подумала покупать вот силиконовые формочки такие вот вставить их туда вот в эти вот штучки будет наверное удобнее ну когда-нибудь пригодятся когда-нибудь я куплю наверное так здесь у меня большая покупочка тоже здесь у меня ковшик наверное кто смотрел мой блог у меня уже до этого был ковшик мне свекровь дарила ковшик но она подарила с пластмассовой ручкой который должен ну вернее был предназначен для электрических плит но не газовых и эта пластмассовая ручка просто у меня растеклась ну она сначала первый раз ничего не было а нет первый раз она растеклась немножко 2-ой раз ничего не было а третье раз она загорелась у меня поэтому после этого я подумала что больше покупать с пластмассовыми ручками кастрюли и все прочее я не буду хотя до этого несколько лет назад у меня были кастрюли с пластмассовыми ручками но они как бы плавились что-то там и не плавились они просто запах какой-то был неприятный но они нет не плавились не внизу не загорались уж тем более то есть ну нормально все было вот этот ковшик так вот вот и поэтому я решила себе все-таки купить ковшик нержавеющий стали именно с металлической ручкой вот у ковшик всегда нужен яйца сварить ребенку что-то там сварить в нем подогреть там пончики в масле допустим тоже можно в нем маленький не знаю короче кстати упакован смотрите кстати на сайте по-моему написано что он без крышки я подумала ну ладно пускай без крышки будет думаю то лишние крышки нам девать потом некуда у него крышка оказалась по использованию и уходу довольно высокий вот здесь два литра и 100 миллилитров довольно смотрите почти вот у меня на палец с этой стороны вот я начала заказала один уже собралась прям заказывать потом подумала дай-ка я еще посмотрю и нашла вот этот вот ну не знаю мне почему-то кажется что если сзади есть вот эти вот надписи значит он должен быть хорошим вот но я думаю так должно быть сделано в китае как всегда впрочем вот он такой внутри смотрите видно что не какой-то там фигневый такой прям сталь хороший сталь ну ручка обыкновенная ручка с этой стороны вот прижата даже хорошо прижата тут может грязь могла бы забиваться но нет прям хорошо тяжеленький такой довольно такой хороший ковшик так и последняя покупка которая стоила около трех тысяч с половиной там с чем-то 3 700 3 500 давайте я тоже будем смотреть сейчас ой тяжелая короче здесь у меня коптильня для улицы и дома то есть на улице можно и на дом и дома можно коптить вот довольно кстати большая наверное вытаскивать не буду сейчас я просто камере вам покажу внутри какая она вот но что меня удивило здесь она вот сваренная то есть на сайте не было этого всего видно было как будто она летая прям такая как будто прям летает такая сделаешь там помощная как будто здесь немножко другая но она очень качественная вот то есть она не гнется то есть хорошая здесь прутья поддон и под поддоном там вот как раз вот это вот щепа которую вот я брала она вот как раз для нее вот все как положено вот довольно большая я думаю ее как раз можно будет дома поставить на две комфорки и делать рыбку или что то еще потому что сейчас вот многие видимо покупают у нас по городу идешь по улице и запах стоит обалденный смотришь наверно где-то в гаражах коптят смотришь гаражей нету просто идешь по улице по улице вдруг запах видимо дома коптят это все запах это все вкусно пахнет вот сейчас я вам ее покажу вот она коптильня видите то что она даже не гнется и вот они там решетки вот она все тут сжато единственное что то вот там поддон обычно он тоже идет где-то вот с такой же вот ручкой чтобы было удобно достать но сейчас мы посмотрим его все-таки вот они решетки решетки помягче конечно подлиннее покороче ножки эти решетки кстати можно использовать на какой-нибудь поддон поставить допустим духовке на нее положить мясо чтобы получились как раз эти знаменитые прутики гриля и приготовить то есть сюда вниз сыпется щепа сверху накрывается поддоном хотя бы он не такой не во всю ее немножко хвост подцепить тут можно вот ставится эта решетка здесь вот заливается заливается вот здесь водичка вот ее взять нужно добавлять каждый раз потому что некоторые продаются без нее без вот этой штучки заливается водичка накрывается крышкой сверху и все и коптится себе спокойно там часа два час может быть два не знаю сколько по времени еще не пробовала вот обязательно попробую либо в каком-нибудь влоге будет это либо не за может быть кстати отдельная сделала наверное отдельно сделаю вы подписывайтесь следите за моими новостями все увидите вот она коптильня двухуровневая с гидрозатором ну вот как раз он называется куда водичку заливаешь гидрозатор вот они как рыбы тут кладется мясо ну пока по крайней мере коптишь дома свое будет гораздо лучше также ее можно взять допустим на дачу коптить на даче нержавеющая сталь ну вот вы посмотрели на сегодня это все с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии какие товары вам больше понравились на какие товары сделать обзор отдельный купили бы вы в озоне все это или нет вот обязательно пишите обязательно подписывайтесь мне будет очень приятно если вы подпишитесь ко мне вы так сможете помочь каналу вот всех вас очень люблю большое спасибо что вы меня смотрите и всем пока пока пока